Понимаете, очень важно понять, что вот любая любовь, она всегда относится к Богу. Но не любая любовь приводит человека к правильному результату. Вот любая любовь, она чистая по природе, но не любая любовь приводит к правильному результату. К любви к человеку надо быть очень осторожным. Особенно, если твое сердце хочет чистоты в отношениях вообще. Оно испытало эту чистоту в прошлой жизни, любило Бога, но потом забыло, кого именно надо любить. И когда сердце хочет любить чисто, светло очень, но забыло, что Бога, она кого начинает чисто, светло любить? Человека просто. И дальше какой результат будет? Жесть просто. Слово разочарование здесь неуместно. Жесть, результат жесть просто. Необъяснимое чувство просто разрушения сердца. То есть сердце настолько разрушается, что это вот, все, что сказано было, это вообще ноль. С тем, что было почувствовано. И хотелось вообще убежать не только с этого города, а вообще с этой земли. Куда-то вообще бежать, бежать от этого всего. Такое сильное чувство было. А начиналось все с очень чистого чувства на самом деле. Просто это когда чистое чувство человек испытывает, нужно правильное приложение сделать ему. И когда ты своим чистым чувством, опираясь на Бога, можешь потом чистое чувство отдавать человеку спокойно. Но опираясь на Бога всегда. Понимаете? И тогда все будет классно. Но если ты на Бога не опираешься, тогда ничего классного не будет. Нужно всегда опираться на Бога сначала. Научиться это делать. Не научился, ничего не получится у тебя в жизни. Слава Аллаху, что ты моя. И шала вместе навсегда. Люблю Аллаха, и я одного. Ради себя люблю ради Него. Слава Аллаху, что ты моя. И шала вместе навсегда. Люблю Аллаха, и я одного. А тебя люблю ради Него. Вот это правильное настроение, которое никогда не дает ни насечки. Никогда не дает насечки. А вот это чистое чувство, которое разрушает полностью всю жизнь человека. Очень чистое чувство, которое человек испытывает по отношению к человеку. А надо вообще-то испытывать Богу. Вот то, что сейчас вы услышите, это вообще молитва, обращенная к Богу. Но она при этом обращается к человеку, понимаете? И это значит, что дальше будет только жесть. Потому что, когда человек обращает молитву, обращенную к Богу, к человеку, тогда все его чувствует, собственно, достоинство летит в дребезги. Потому что человек не может сжечь. Ну, любовь всегда предназначена только для одного, чтобы очистить свое сердце. Вот любовь, когда ты любовь отдаешь кому-то, назад должно прийти очищение, понимаете? А человек не может очистить сердце человека. И назад поэтому приходит облом. Всегда, в конечном счете. И поэтому любовь к человеку имеет какую природу? Жгучую природу ожидания. Вот когда человек любит человека, он испытывает жгучую природу ожидания. А когда человек любит Бога, какое он чувство испытывает? Облегчение сердца сильное. Вот он, и ждать нечего. Ты только с любовью к Богу обратился сразу. Вот послушайте, скажите мне, кто вот, когда вы слушали вот эту вот сейчас молитву вот этих вот людей восточных, у кого сердце вот такое, облегчение наступило. Значит, вы очень внимательно слушали. Потому что в контакт с Богом наступил, и сразу все легче сердце стало, понимаете? Но любовь к человеку жгучее чувство, облегчения нет. Просто ожидание, когда же, когда же будет облегчение. Так человек любит человека. Такое чувство. Молитва Богу. Ты приносишь мне рассвет, Эй, я птицы звонучья, Но к человеку направлю. На рассе твой лохи свет, Любовь в душе любовь моя. Вижу я рассвет твоих глазах, Слышу пень я в тени своих словах. Вы знаете, что когда Господь появляется перед человеком, Его голос похож на пенье птиц. Это описано в Священных Писаниях. А когда человек смотрит, Бог смотрит на человека, То в его глазах Распускаются цветы, Понимаете? Рассвет наступает, У него проясняется все в голове. Даже это чувство, Которое человек испытывает, Вот ты какой лесной олень. Понимаете? Оно отдыхает по сравнению с тем, Как человек видит Бога. Такое чудо. Чудо, понимаете, возникает. Чудо. Субтитры создавал DimaTorzok